Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. А снова мы с вами на рынках. Снова с утра анализируем ситуацию, сложившуюся за прошлые торги. Смотрим с бодростью, позитивом вперед, готовимся к выходным. Снова моя напутственная речь. Обязательно нужно провести хорошо, потому что следующая неделя у нас будет, уверен, очень интересной, потому что на следующей неделе в среду мы с вами ждем ввода, инициирования, задействования 50-й статьи Лиссабонского договора, так называемой дорожной карты выхода Англии состава ЕС. Супер, мега, крутое событие. Если вы зададитесь целью попробовать спрогнозировать, какие могут быть движения по факту, собственно, этого события, вы сможете увидеть очень много, найти прогнозов. Есть даже те, которые предполагают начало серьезнейшей коррекции, серьезного снижения. Не о формате даже нескольких десятков пунктов речь может пойти о счете на фигуры. И банки, на которые мы традиционно делаем отставку. Я, кстати, вам несколько дней назад приводил в пример, опять же, рекомендации и Морган Стэнли, и Банк оф Америка. Они считают то, что фунт может очень быстро оказаться на поддержке 1.20 с потенциалом ухода даже к отметке 1.05-1.06. Ну, о фунте мы, безусловно, поговорим, тем более, что у нас на следующей неделе этому активу будут посвящены вообще первые торговые сессии. Мы будем с вами бдить, следить, анализировать, готовиться. Ну, конечно же, самое важное, что нужно сделать изначально, это подойти к этому трейдингу максимально осмотрительно и, конечно же, контролируя риски. Вы должны понимать то, что насколько бы не был качественным фундаментальный анализ, насколько бы не были железобетонными сигналы, которые вы получаете от техники, рынок может показать очень интересные кульбиты, серьезнейшую волатильность, которая чревата, по сути, для, скажем, всех участников рынка неприятными последствиями в виде убытков. И чтобы минимизировать их в случае реализации какого-то форс-мажорного сценария, нужно, безусловно, понимать, что в такие моменты либо не находиться вообще в рынке, либо не допускать превышения загрузки по депозиту, если говорить про классическое плечо на финансовой площадке, больше, чем 1 к 7, 1 к 10. Ну, это, возможно, у вас есть свои, скажем, такие параметры вводные для торговли, но 1 к 7, 1 к 10 – это вот плечи, которые стараюсь я не превышать, когда, собственно, подхожу к собственному трейдингу. Давайте начнем сегодня, как и всегда, с нефти, потому что этот актив продолжает радовать нас, как медведи, поддерживает нам настроение. Мы следим за ним, я стараюсь найти что-нибудь интересненькое для вас, чтобы во время брифинга рассказать. Ну, вот в рамках вчерашней торговой сессии ничего интересного не было. В данном случае отсутствие позитивных для быков новостей, мне кажется, это позитив для нас, как для медведей. Поэтому то, что сейчас мы действуем в рамках прежнего русла, в конве, опять же, коррекции, снижения – это неплохо. Я надеюсь, что при определенной поддержке новостного фона, кстати, сегодня мы можем дождаться роста доллара, и мы можем получить еще один сигнал увеличивающегося в потенциале предложения в Штатах через рост количества нефтяных платформ Baker Hughes. Это, опять же, два отчета. Что по Штатам, конкретика, связанная с голосованием относительно законопроекта о здравоохранении Трампа, что выход релиза Baker Hughes, вот, кстати, он будет опубликован в 21.00 по московскому времени. Я делаю на этот фундамент большую ставку. Я надеюсь, что мы по нефти сегодня сможем все-таки не просто в очередной раз протестировать поддержку 50 долларов за баррель, а может, окажемся ниже, окажемся ниже, и, соответственно, уже создадим хорошие условия на еще большее снижение со следующей недели. Напоминаю также, что в это воскресенье состоится довольно важное для всего рынка черного золота событие – это заседание, встреча, так лучше сказать, в Кувете министров нефти стран ОПЕК, где будут обсуждать эффективность и вообще исполнение договоренности в рамках энергетического пакта, который ключевые нефтепроизводители заключили в декабре 2016 года. Поэтому в понедельник нас ожидает очень интересное открытие, я уверен, то, что с ГЭПом, и будем надеяться, то, что это открытие на волне растущего скепсиса и все-таки снижающейся вероятности того, что соглашение будет продлено до конца 2017 года, позволит нам уже говорить о тестировании и движении в район следующей поддержки – 45 долларов за баррель по бренду. Но не забывайте также, что и других отчетов вполне достаточно. Это рост запасов нефти США из-за высоких показателей импорта. Ситуация не меняется за 11 недель, у нас 10 подряд, ну, точнее, не подряд, а, скажем, за исключением позапрошлой недели. Это рост запасов, предварительно мы получаем сигнал от Американского института нефти. Увеличиваются объемы добычи, общие запасы находятся сейчас на уровне 533 миллиона. Цифры можно не запоминать, запомните только, что это исторический максимум. Поэтому США, как и раньше, у нас главный деструктивный новостной фактор, регион, который не то чтобы уже снизил эффективность и результативные сделки ОПЕК, а, возможно, станет причиной, из-за которого ОПЕК все-таки предпочнет не продлевать действия указанного о соглашении. Рубль 57.39, как и раньше мы с вами предполагали, что, видимо, для ослабления, возможно, довольно резкого российского валютного актива против основных конкурентов требуется закрепление ниже психологической планки по нефти, по бренду ниже полтинника. Поэтому ждем. Если после тестирования этой планки мы не увидим девальвации рубля, тогда нам нужно будет попробовать еще более детально разобрать ситуацию в плане макроэкономического национального фона по России и поискать, что же все-таки сейчас останавливает рубль от девальвации. Ну, давайте пока этого сейчас делать не будем, потому что тестирование поддержки 50 долларов за баррель я считаю весьма вероятным уже в ближайшие дни и, соответственно, не сомневаюсь в том, что рубль будет, соответственно, котироваться в этот момент ниже против доллара и евро. Цель ближайшая, как и раньше, 60, но нужно уже отходить от вот этих минимальных значений, которые мы наблюдаем сейчас. Дальше идем. Доллар против японской иены. Сейчас на азиатской сессии мы видим, как интерес к американцу вернулся. Будем надеяться, что после тестирования поддержки 111 это, опять же, не просто локальный откат, это подтверждение того, что доллар нашел возможности для роста. Мы ссылались на то, что это может быть техника, это может быть и фундамент. Ну и сегодня, опять же, голосование в Конгрессе по поводу реформы Трампа. Очень важное событие. Сроки голосования были немного перенесены, поэтому мы, в принципе, ждали даже конкретики каких-то уже выводов и решений раньше. Сейчас затягивается это покой, скажем так, нам только снится. Поэтому все равно нужно иметь в виду, что пятничная торговая сессия, которую мы обычно замыкаем, скажем так, на инерции от тех событий, которые были опубликованы в рамках недели, это пятница исключения. Потому что мы сейчас должны держать руку на пульсе и вместе с прочими участниками рынка ждать, какое же все-таки решение примут республиканцы. Почему это событие очень важно? Я уже отмечал то, что реформа здравоохранения Трампа – это своего рода первая ласточка в тех самых потенциальных стимулах, которые могут быть реализованы. И считается то, что сейчас отсутствие, вот единственное среди республиканцев, и стало причиной, опять же, повышенного спроса на те инструменты, которые относятся к категории безопасных. Очень сильно от этого выиграла гена, на буквальном случае дисконтировать положительным образом факт снижения доверия к Трампу и доверия к программе его реформ. Если Трампу не удастся убить республиканцев то, что, собственно, законопроекту о здравоохранении нужно давать зеленый свет, это может нанести очень серьезный вред его репутации. И на рынке уже очень многие сомневаются в его деятельности, потому что вот уже прошло три месяца, а как таковых реформ мы по-прежнему от него не услышали. И если этот законопроект зависнет в Конгрессе, можно будет смело ставить на паузу и прочие реформы, которые связаны с снижением налогов и увеличением бюджетных трактов. Это очень серьезный негатив, нужно это прекрасно понимать, поэтому если он будет реализован, мы, к сожалению, будем и дальше наблюдать снижение американского фондового рынка и отсутствие интереса к доллару. Но я все-таки надеюсь на то, что сегодня Трамп попробует прыгнуть выше головы и заставит, убедит республиканцев-консерваторов в том, что эта реформа должна быть реализована. Поэтому сегодня не нужно принижать значимость фундаментального фона. Уверен, что возможно сегодня мы получим катализатор для дальнейшего движения американца и будем надеяться, что этот катализатор станет причиной последующего восстановления доллара против иены. Из важных событий вчерашнего дня, заявки на пособие по безработице, отчет 258 тысяч, чуть выше, чем в прошлый раз, но все равно ниже 300 тысяч. Продажи домов плюс 6,1%. Уже даже не помню, какой месяц по счету у нас сплошной позитив, то есть подтверждение сохраняющегося восстановления импульса роста и данного сектора американской экономики. То есть на фоне последних отчетов по роничной продаже, по потребительской активности, по рынку труда и недвижимости, мы вряд ли увидим слабые значения ВВП по итогам первого квартала. И из-за выступления представителей ФРС, вчера стоит отметить выступление Уильямса, опять же, чтобы не забивать вам голову, о чем было сказано больше, о чем поменьше, в принципе, о тех комплиментах, которые были сделаны американской экономике. В целом, вывод то, что Уильямс также склоняется в пользу трех-четырех повышений ставки до конца этого года. Даже не припомню, был ли у нас хоть кто-то из представителей ФРС, кто считает, что дальнейшее ужесточение монетарной политики отнюдь не своевременно, а сейчас. Кого бы мы с вами не анализировали, чью риторику не разбирали, получаем подтверждение, опять же, того, что было озвучено Джанет Йеллен и подтверждение того, что американская экономика будет и дальше действовать в векторе нормализации денежно-кредитной политики. Поэтому для доллара, ну как ни крути, такие ожидания это системный фундамент, который должен, по идее, толкать вверх доходности американских бумаг, соответственно, долларовый индекс и саму американскую валюту. Вот почему при всем фундаменте я все-таки стараюсь найти больше позитива для доллара, потому что на самом деле его больше, чем негатива. А то, что мы увидели снижение с прошлой недели, так это, опять же, не совсем оправданная реакция рынка на то, что было сказано американским регулятором. Эта оправданная реакция еще подкрепилась техникой, которая предполагала возможность снижения этой валютной пары к уровню нижней поддержки того диапазона и коридора, который держится несколько недель. Вот мы до него добрались, это как раз планка 111. Надеюсь, что с нее пойдет дальнейшее восстановление. Дальше идем. Евро против доллара. Здесь в целом мне добавить нечего. Сил быкам не хватает, чтобы закрепиться выше планки 1.08. И как только интерес снова вернется к американцу, евро тоже будет, собственно, под давлением. Ни в коем случае не нужно недооценивать риски политического характера от, собственно, выбора во Франции. Даже несмотря на такую поддержку электората и населения Эммануэля Макрона, я напоминаю вам то, что есть и Мари Липен. Ожидалось то, что она одержит победу в первых дебатах, во-вторых, шансов у нее меньше. И сейчас вот эти вторые дебаты уже, в принципе, не за горами. Но я неоднократно делал акцент на то, что сейчас на рынке происходит то, что меньше всего прогнозируешь и ожидаешь. Сейчас мало кто уверен, что Мари Липен сможет одержать победу на вторых дебатах. А вы представляете, если это произойдет? Соответственно, снова мы вернемся к рискам и снова вернемся к оценке вероятности того, что именно Мари Липен может стать президентом Франции со всеми вытекающими отсюда последствиями по поводу проведения собственного референдума выхода этого региона из состава валютного блока. Поэтому события негативные, они для евро присутствуют. Но самым основным катализатором для потенциального снижения евро является, конечно же, рост американцев. Фунт против доллара. Здесь роничные продажи вчерашние в годовом выражении плюс 3,7% рост единицы, по сути, в месячном 1,4% против прошлого снижения минус 0,5%. Очень странно видеть такую статистику на фоне последнего роста индекса потребительских цен. Но единственное оправдание, которое я могу найти этому, это еще, скажем, отложенный эффект, опять же, реакции потребителей на рост инфляции. То есть, возможно, инфляция еще не таким негативным образом повлияла на, собственно, заработные платы и на потребительские настроения. Но пройдет еще квартал, я уверен, что мы начнем с большей логикой дисконтировать это в, собственно, релизах. Банк Англии вчера сообщил о том, что курс британца будет расти. Мне кажется, это еще одно подтверждение того, что в такие моменты нужно быстро продавать британцев, потому что мы прекрасно понимаем, с чем вообще этот негатив в отношении этого актива был связан. Это ожидание 50-й статьи, то есть в следующую среду, ожидание ее инициирования, последствия выхода Англии из состава Европейского союза и доступ к европейскому рынку, потом создание зоны свободной торговли со странами Европейского союза. Еще и вот этот иск со стороны Еврогруппы о том, что Англия не хочет гасить 50 миллиардов как откупной за выход. Это тот фундамент, к которому мы продолжим с вами возвращаться. Я по-прежнему все-таки предостерегаю вас от неправильных решений, которые, на мой взгляд, сейчас связаны с покупками британца. Я советую увидеть сейчас в этом негативе все-таки больше предпосылок для последующих распродаж. Единственное, то, что мы сейчас еще не дождались серьезного ослабления, так это возможно, опять же, и следствие рыночной психологии, которая копит силы и пытается, опять же, убедить всех, что этот актив нужно покупать. Я присоединяюсь к позиции банков, на которые мы традиционно обращаем внимание. Хочу разбавить еще статистику и прогнозом Deutsche Bank, который считает то, что к концу этого года мы с вами будем наблюдать пару фунт-доллар на отметке 1.06. Это даже круче, чем та цель, которой руководствовались мы с вами. Доллар-франк. Здесь мы тоже уже буквально на грани разворота к тому, чтобы пара продолжила расти. Вчера комментарий Национального банка на Швейцарии. Еще раз сделали акцент на то, что франк является переоцененным, и то, что адекватные показатели экономического восстановления сдерживаются за счет риска, с которым сталкиваются национальные производители. USDCAD у нас растет в целом, можно сказать. Сейчас котировки 1.3367, мы с вами уже ставим на уровень 1.35. Канадец болезненно реагирует на оснижение цен на нефть, даже более болезненно, чем российская валюта, что довольно странно. Рубль в этом, скажем, всегда был лидером. Но то, что канадец сейчас предсказуем с точки зрения анализа, это действительно так. И я уже отметил то, что есть потенциал дальнейшего снижения цен на нефть, а, соответственно, и поддержки для пары USDCAD. И если сегодня все-таки все пойдет так, как хотелось бы оптимистам, и мне лично в плане голосований по реформе здравоохранения, если этот документ все-таки пройдет, и республиканцы не станут его блокировать, тогда доллар покажет серьезное восстановительное движение под закрытие сегодняшнего дня. И с этим позитивом мы, собственно, должны уйти на выходные. Из отчетов. В 15.30 заказан товар длительного пользования еще по штатам. В 15.30 данные по инфляции в Канаде. В понедельник поговорим с вами об этом отчете. Но думаю, что сейчас канадец не будет не обращать внимания ни на что, кроме как на котировки нефти. В 21.00 Бекер Хьюз, наша традиционная статистика по количеству буровых платформ. Я ожидаю прироста свыше 640 штук, и ожидаю дополнительного давления на котировки черного золота. Кодовое слово на сегодня позитив. Величина бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга. То есть у вас есть все выходные, чтобы принять решение, нужно ли вам или не нужно увеличивать покупательскую способность ваших депозитов. Также рекомендую, как и всегда, не забывать про классические правила риск-менеджмента. Хочу пожелать вам удачной, прибыльной торговой сессии. Сегодня она будет очень волатильной. Поэтому готовьтесь к этому и не оставляйте ваши позиции без контроля. Разбор полетов, как и всегда, проведем с вами в понедельник. В понедельник мы с вами увидимся дважды. Это в 9.30 на брифинге и в 16.30 в ходе вебинара «Правильный понедельник». Если у вас возникнут вопросы до брифинга, вы, как и всегда, можете вставлять их на нашем канале на YouTube. Параллельно подписывайтесь на него, кто этого еще не сделал. И не забывайте ставить большие пальцы, которые, собственно, символизируют ваши лайки. Хороших вам выходных, прекрасного настроения и жду вас с таким же хорошим настроением в понедельник. Всего доброго, до свидания.